Мероприятие, которое проходит в седьмой раз, не первый и не второй, это уже все-таки мероприятие, которое состоялось, даже, правильнее сказать, акция, это уже народное признание, народная любовь. И, как сегодня много выступал, и почетные гости, все говорили в основном об одном, именно делали акцент на том, что вот преимственность поколений, связь поколений, именно чтобы сохранить правду о чем-то, должны присутствовать именно люди, которые присутствовали в этих событиях, и это наши доблестные, дорогие, наши ветераны Великой Отечественной войны, и молодое поколение, и будущее, и уже совсем маленькие-маленькие наши дети. Патриотизм должен воспитываться с детства, уверен герой России Александр Головашкин. В непростое для нашей Родины время проведение такой эстафеты имеет особое значение. Она не позволит исказить подлинную историю. Подрастающее поколение будет знать истинную цену победы. История, она вечная, ее надо всегда помнить, надо изучать, надо передавать это все из поколения в поколение. Да, наша страна заслужила, она одержала великую победу, и сейчас неспокойно. И поэтому от того, как в государстве будем проводить политику патриотического воспитания, воспитания молодежи, вкладывая в их умы именно тех подвигов, героизма, что было совершено, это зависит, по сути дела, зависит само государство, существование его. Символы седьмого этапа эстафеты «Салют Победы», посвященного городу-герою Смоленску, переданы в теруправление «Жаворонковское». Граната РПГ-40, клятва «Партизан» и «Знамя Победы» будут храниться там всю неделю, до передачи в другой населенный пункт. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».